так теперь ну давайте посмотрим вначале чуть-чуть пропущу это мой первый персик ушел зиму с зелеными побегами самый первый это тот 6 сезон я нашел эту фотографию вот она моя плодики смотри она сельцева была родитель сельцевой а уже у меня 50 грамм самый крупный 60 у других уже опять привиты 100 грамм и ушеломая 240 это о чем-то говорит то есть возвращается культурное качество как она оказалась поколение за поколением поколение за поколением и хасанский персик не зачах и не одичал а время замаскировался что под дикаря и вот мы возвращаем эти качества интересно да а это сибирь так вот наша пенсионерка учительница которая выписала с дальнего востока этот персик причем точно хасанский откуда она слова хасанский знала это она скажет что я выписал хасанский я замерзшего дерева сняла единственную веточку и начала восстанавливать и специально показа откуда восстанавливалась какого-то это значит что возможно шире чем вот просто благоприятное место почему я выбрал эту фотографию она живет в горах вон там енисей километр он сказывает вот енисей который парит там температура 0 градусов вероятно не хватает может нагреть вот этот вода температура 0 плюс 1 может нагреть в горах вот этот это но западный склон это плюс вот пока еще пример смотрим дальше посадка специальная увеличивать шансы конечно конечно у того мужика он проигнорировал какой-то а этот мой тоже хода устал сделал мой сажен взялся закопал землю вот еще то почему нет зато пирсик ест а теперь смотрите сюда и так в лесу это 300 метров от хутора от моего дома а если напрямую от края избы рядом между остановка здесь росло порядка полутысячи вот этих вот густо-густо это все кроме от водки я в Тайгене нахожу все это все от водки вот и вот они стали основой яблоневого сада но как смотрите сейчас показываю как мы увеличим шансы северяки декали плоды размером с ноготь но попадаются отдельно дерево чуть крупнее значит уже влияние культуры есть то есть у них уже может быть даже лучше приживаемость сращивание по двое криво смотрим дальше вот это вот колыбит на яблони я не формировал без зачем я просто не взял на корневой отводок привил вот и она погнала вверх по моему очень даже прекрасно смотрится да сорт такой к ма 7 вот когда-то раздобыл вот этот момент а теперь смотрим дальше вот этот момент а теперь итак если вам показать вот эту фотографию в интернете она одна из главных мы сейчас время сэкономим потому что я должен сейчас набрать фото яблони колонны и она одна из первых и когда я начал листать я листал листал что уже она повторилась 150 200 раз где-то 200 300 раз она повторилась и так как колонны это величайшая редкость даже яблони величайшая редкость да то тогда получается что уже не знали что вставить что вот продаю саренцы колонны колоновидные и дальше название название тоже придумали сами вот и вот это приводносится как это самое хитрое что делали вот тут вот обрезали смотрите чтобы не видно было чтобы не видно было что позора итак крупным планом мы видим я посчитал 14 яблок с той стороны еще парочка ну хорошо 20 яблок так рядом смотрите одна вторая третья одна яблочка четвертая одна яблочка там еще несколько яблочек еще и в сумме сколько получается ведро на веса а его преподносят как рекламу вот вы купите у нас и что они сволочи сделали они взяли еще вот это одно из самых страшных вещей они яблоням на карликовых подвоях на клоновых точнее подвоях а они тоже знакомые подвоях вот эти и специально чтобы они не росли а покрывались яблоками а что получилось к сожалению они использовали антирекламу вот тут обрезают самые умные чтобы вот этого позора все слева не видели справа не видели вот так обрезают наверняка попадалась такая конечно ну даже в таком виде не обрезанная она встретилась у меня раз 200 я листал листал может на следующий раз покажу почему я это говорю потому что все колновидные яблони продают вот эти страшные эти подготовленные штамбы подготовлены как ветки отрезаны вместе с будущими плодами конечно вот это невероятная доля тоже штамба я вижу конечно так только и в кроне одно всего яблочко висит да да и все и главное это это используют они уже не могут найти ничего путнего потому что это такая редкость вот а знаешь как обидно знаешь почему я ни разу не использовал потому что моя морда вот ладно в чем разница это прививка не на сельцевый подвой она корневой отводок вот и вот он пожалуйста я горжусь этим зимком вот то что вот это расширяет а все колонны стандартные в Сибири их продано было не один миллион каждый год завалы все магазины все эти самые рынки везде колонны яблони уже есть еще и другие туда бабан а они настоящая колонна между устья все я вижу они привезли колонны на яблони но привезли в Сибирь на смерть вот в чем беда каждый из них вырастает на метр с кепкой так все вот не накормить никогда и чтобы все таки с ними иметь дело надо что делать надо найти в тайгу вот без этого обойтись невозможно ну а это это если у Сибирь давайте по крайней мере начинать с простого помните я в Мальдюрске показывал абрикос вот вот это родетка под названием китайского красавянский пипич да очень вкусная кстати вещь вот это родетка вот она которую я приобрел почти 40 лет назад ничего про нее не знаю но мне пришлось включать мне было мало подвоек я привил в нее три сорта крупноплодных яблок и только я считаю из-за них она должна была измельчать невероятно у нас есть целый сад в этом на Одессе на Одессе огромный сад с оркестра посаженный за несколько лет задичал вот таких плодов есть фотографии из моих фильмов почему это тебе задичал внимание друзья это Сибирь хотим можем внимание я в него привил это знаете что это еще молодая ветка я в него привил сорт богатырь вот так вот и она перестала мерчать потому что сорт богатырь это 300 грамм это не шутки вот и она продолжалась это и до сих пор а последнее помнишь обрезку и ты стоишь с яблоками с этим да вот последняя обрезка она все-таки богатырь прошло время погиб на нем до 20 продержался ранетка продолжала расти но мельчало уже никто не нашел мельчать потом все кроме одной ветки спилили на омоложение и ты стоишь довольно крупными яблочками да ну вот вот так вот мы адаптируемся вот ну еще время мое стекло я еще хочу сказать я все-таки сторонник вот сейчас вы у меня возьмете я сегодня фотографию сделал но еще не раз пять лет помнишь это академики из сердца да вот там есть крупный лист средний лист мелкий лист то есть уже расплылись а я кусты посадил дождешь урожая а там будем селекцией заниматься то есть всем скажешь это твое мы вместе начинали этим заниматься и так смотрим вот эти плоды выросли из моих кусок вот они вот они так на четвертый год на пятый год много и так далее и так далее я экономлю время то есть на том фото где миска за ней самоприкосы есть 8 и так вот это дерево это даже не мне прислали это же интернета только что одно это же Элизовское из моих абрикосов здорово да у меня есть скотчика абрикосы серапии выросло абрикосовое дерево с прекрасными вкусными плодами по 30 грамм серапим он сам не большой 40-50 грамм а из коцы с слива с ветер востока выросли с плодами 50 грамм уже это о чем-то нет нет если меня обманули в этом меня обвинили теперь я буду портить я специально показал что источник вырастает вот а тут много чего интересного еще давайте на этом закончим значит дальше у нас что по плану 50 грамм и переход в комнату где общение идет уже на равно вот вот сейчас у них как-то мало осталось дальше у нас что по плану 50 грамм и переход в комнату где общение нет ну потом сейчас все записи начали смотреть спасибо так ну что друзья расстрелимся на 5 минут вы не против